В Нарьинмаре на базе третьей школы торжественно открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Точка роста создана в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Александра Литкова продолжит тему. Поиграть в шахматы, запустить квадрокоптер, научиться оказанию первой медицинской помощи или собрать робота. Проводить свободное от учебы время школьники теперь могут интересно и с пользой. Робототехника – одно из самых популярных направлений среди подростков. Саша Коткин еще в прошлом году увлекся программированием. Говорит, занятия робототехникой также пригодятся в его будущей профессии. Занимаюсь я не так долго, может, 2 недели, меньше недели занялся, потому что стало очень интересным. Это довольно очень интересное хобби, так сказать, можно. А чему ты уже научился? Начался. Мы собрали недавно робота, и осталось такого запрограммировать, и все. Запустили одну уже пробную систему, которая уже запрограммирована. Занятия робототехникой позволяют отработать профессиональные навыки сразу по трем направлениям – теории управления, механики и программированию. Робототехникой мы решили заняться в этом году, а в прошлом году они у меня ходили на программирование, на объектно-ориентированное программирование, которое называется Scratch. У них очень хорошие успехи, но из-за того, что у нас дистанционное обучение, не совсем получилось поучаствовать в олимпиадах. Но в этом году мы планируем поучаствовать и с робототехникой, и плюс программирование. Вообще программирование очень помогает обучиться робототехнике, чтобы научить робота выполнять свои алгоритмы. И этому я учу ребят, чтобы они могли написать этот алгоритм в виде программы, ну и также научить этому робота. Посещая центр «Точка роста», учащиеся разных возрастов получают возможность получения дополнительного качественного современного образования. Кроме того, обучение в центре помогает сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. Я думаю, что и школьникам, и учащимся, и педагогам это как раз даст возможность овладеть новыми компетенциями в области трех предметов – информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности. Интерес большой, и достаточно быстро они овладевают всеми этими новыми методами, осваивают новую технику. У них никаких затруднений это не вызывает. Мы надеемся, что с каждым днем и с каждым занятием у них будет получаться все лучше, и мы уже потом сможем где-то, наверное, обмениваться опытом и с другими точками роста в нашей стране. Создание точек роста реализуется в рамках нацпроекта образования и регионального проекта «Современная школа». Мы участвовали в 2019 году в получении субсидий на реализацию и создание точек роста. Привлекли более трех миллионов рублей федеральных средств. Соответственно, средства бюджета окружного также были потрачены и средства компании-недропользователей. Сегодня мы открываем четыре точки роста. Это три точки роста в городе. Это школа номер один, пять и школа номер три, где мы с вами сейчас находимся, и школа в поселке Индига. В рамках национального проекта образования к 2024 году по всей стране планируется открыть 16 тысяч центров точка роста. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова